Сегодня будем смотреть Мульханова. Игорь Васильевич, вы готовы? Микрофон тут, Колича. Живее всех живых. Да, готов. Отлично. Начинаем. Стоит ли напоминать постоянным зрителям нашего канала, что в начале 20-го столетия петербургская или петроградская сторона переживает бурный рост, бурное развитие? И не случайно, ведь в 1903 году, стоит напомнить, прошел постоянный Троицкий мост через Неву, который, так сказать, связал нас с материком. И хочется отметить, что один из самых популярных архитекторов того периода времени даже не числился архитектором. Он не заканчивал ни института гражданских инженеров, ни академии художеств. Речь идет о Павле Михайловиче Мульханове, который числился всего-навсего техникам городской управы. Но построил он за небольшой период времени, за начало 20-го столетия, только на Петроградской, не больше не меньше, 47 доходных домов. И некоторые из них были собственными доходными домами Павла Мульханова. Не исключение и вот этот вот дом, построенный в 1910 году, конечно, по его же проекту, на перекрестке Кронверского проспекта и Съезженской улицы. А нас сегодня снова позвали в квартиру. Поэтому мы посмотрим, что там сохранилось по планировке, по артефактам и как эта квартира используется сегодня. И, кстати говоря, именно там жил поэт Александр Введенский. Мы даже стихи его сегодня почитаем. Пойдемте. Квартира, которая нас сегодня интересует, находится в парадной по Съезженской улице. К сожалению, в советское и постсоветское время очень много чего было утрачено. Смотрите, сколько спилено лестничных ограждений. Не сохранилось также и оригинальных окон. Но мы постараемся некоторые артефакты найти в квартире на четвертом этаже, куда мы нынче с вами и направляемся. Правда, дальше уже в лучших традициях нашего канала рассказывать вам всякие архитектурные вкусности будет историк архитектуры Игорь Емшер. Итак, мы с вами попали в одну из барских квартир. В собственном доходном доме техника Павла Мульханова. Мы с вами сейчас находимся в передней, которая по традиции отделяется дверью от всей остальной части квартиры, поскольку из передней у нас традиционный вход в кабинет и, возможно, вход в приемную. В этой квартире уникально то, что в ней сохранились практически все двери, а также большая часть аутентичных напольных покрытий, а также все потолки. Паркет — это редкость, вообще говоря, для передних, даже в барских квартирах. Ну а мы с вами, так сказать, сможем пройти дальше и осмотреть некоторые из комнат. Здесь у нас сохранилась одна из заслонок. Это часть печного отопления. Собственно говоря, изначально это прочистное отверстие для дымохода. Значит, можно обратить внимание на оригинальные дверные ручки. Ну а мы с вами, собственно говоря, движемся дальше. И мы можем оценить сохранившееся лепное убранство потолка. Сейчас мы с вами смотрим на план четвертого этажа доходного дома Павла Мульханова. Мы с вами находимся в квартире номер 14. Вот в этой самой комнате. До этого мы с вами находились в передней, проходили по коридору. А далее мы с вами еще посмотрим на комнату, где жил поэт Введенский. А также на вот эту небольшую комнату, которая своим окном выходит на двор. Пройдем далее по коридору и посмотрим на кухню, на оригинальную дровяную плиту и на выход на черную лестницу. Павел Мульханов проектировал достаточно прогрессивный дом для того времени. В каждой из квартир находилась ванная комната и по два санузла. Один санузел господский, другой санузел для прислуги. И также у нас в этой квартире есть комната для прислуги, традиционно располагающаяся рядом с кухней. И вот на этом плане она даже отмечена как людская. Итак, мы с вами проходим в одну из приватных комнат, которая выходила окном во внутренний двор. На окне у нас частично сохранилась оригинальная оконная фурнитура, а также как минимум одно из стекол с момента постройки дома. И, собственно говоря, следующая комната, куда мы отправляемся, это комната, где некогда жил поэт Введенский. Не просто квартира в модерновом доме, но еще и фактически мемориальная квартира, там еще табличка последнего адреса при входе. Действительно поэт Введенский жил здесь? Да, поэт Введенский жил здесь. И это его комната единственная для неправильной формы? Да, это единственная для неправильной формы комнаты. Расскажите что-нибудь. Да, эта комната здесь проводил свои вечера Введенский поэт. У него в этой комнате был единственная кровать и стол. Он опирался на подоконник, смотрел вдаль и писал свои чудесные стихи. Александр Введенский родился в 1904 году. Он родился, можно сказать, в благополучной семье. Его отец был служащим при Министерстве внутренних дел. А мать, вот представьте себе начало 20 века, она была врач-гинеколог. Врач, врач, не просто там сестра милосердия. Получила медицинское образование. И видимо, как такой человек уважаемый, она получила эту квартиру. То есть они жили на Петроградке. Сначала на Лахтинской улице, потом переехали на Шамшево. И в эту квартиру они переехали в 1914 году. То есть когда Введенскому было 10 лет. И, собственно, все детство и юность Введенский провел здесь до 1936 года. В 1936 году он женился вторично. Он два раза был женат. И в 1936 году он уехал ко второй жене в Харьков. То есть, получается, семья Введенских здесь жила до войны. Мать скончала где-то перед войной, отец тоже. И в семье было четверо детей. Александр был старшим. Две сестры, они тоже скончались. Получается, что до войны вся семья умерла. И, скорее всего, во время войны она пустовала и превратилась уже после войны в коммунальную квартиру. Наверное, когда ты сюда въехала, в 80-х годах была коммуналка в каждой комнате. Я с 90-х годов. С 91-го года я здесь живу. Здесь жили сторожилы. Они рассказывали, что здесь еще есть такая маленькая комната, 13 метров. Они рассказывали, что там была приемная доктора. Да, она же вела частную практику. В советское время, институт акушерства и гинекологии имени Ота, она там работала в советское время даже. То есть, в 39-м году она скончалась. То есть, была таким уважаемым человеком. И вот вся квартира принадлежала им. И она вела частную практику. То есть, как доктор Преображенский, только в женском лице. Здесь очень много картин. Это современные художники? Да. Здесь современный художник, осетинский художник. Он родился в Южной Осетии, в Цхинвале. И вот он пишет такие картины. Узнаете, наверное? Это как раз... Да, вот как раз смотришь в окно и видишь этот пляж. Его зовут Тибилов Махарбек Иналович. Он пишет в разных стилях, участвует на пленэрах. Махарбек Иналович. Да. Махарбек Иналович. Махарбек Иналович. Для нас Махарбек чудесный парень. Спасибо. Интересный еще такой факт про Веденского. В 1925 году он познакомился с Хармсом. Это же были друзья. Так что можно сказать, что эту квартиру посещал его друг Даниил Хармс. Они образовали такой кружок литературный об РУ, объединение реального искусства. Отказ вообще от логики, аллогизм такой, театр абсурда. И к этому кружку принадлежали Николай Заболоцкий. В общем, такие известные поэты. Рассказывают, что они вообще собирались в основном или у Заболоцкого, который живет тоже на Петроградке, или вот у Хармса. А у Веденского собирались достаточно редко. Потому что, как говорит хозяйка этой квартиры, действительно у Веденского была очень скромная обстановка. Это только стол и стул. А еще интересный такой вот факт из жизни Веденского. Он купил козу. Чтобы потом от нее избавиться? Нет. Он, говорят, ее избавил от смерти. Спас от мясника по одной версии. В общем, его однажды встретили на Невском проспекте, прогуливающемся с козой. Переводил козу через Невский проспект на поводке. И когда его спросили, в общем, откуда, он сказал, что выиграл в карты. В общем, по одной версии я слышала, что он даже ее домой привел. То есть где-то здесь тоже. Кто-то жену, а кто-то козу. Да, да. Мы можем догадываться, на кухне есть такое вот небольшое местечко. Может быть, действительно там и жила эта коза. Судьба козы, к сожалению, неизвестна. Жаль. Комната эта трапециевидной формы, находится в самом углу дома. И вот по правую руку от меня находится Брандмауэрная стена. И здесь же проходила граница участка. Здесь у нас дверь в ванную. Ванная у нас также имеет форму неправильного четырехугольника. Но в тех условиях, в которых приходилось работать Павлу Мульханову, это было практически единственно возможное решение. Господский санузел. И мы с вами далее проходим на кухню. Мы с вами проходим мимо санузла для прислуги. И здесь уже перед нами выход на черную лестницу. Также сохранившаяся оригинальная дверная ручка. И вот на этом месте когда-то была людская, а сейчас это кладовая. В квартире пошлого Скворцова стоял диван по имени Сундук. В окно виднелся день Дворцовый, а дальше замок Виадук. А за домом был пустырь. Вот тут-то в бочке и солился богатырь. Но ему надоело сидеть в бочке, из червяков плести веночки. И думать, что они цветочки. Он вдруг затасковал о точке. Он вдруг закуковал о Риме. И поглядите, стал он зримий, и очутился, и возник. Он был мечом, он стал родник. И все это без запятых. То у нас всегда в ваннах дровяной водонагреватель цилиндрической формы. Они были немножечко разные, были более аскетичные. А были и с элементами архитектурного декора. Тоже были более фасонные. В некоторых квартирах эти водонагреватели сохранились. Потом у нас в 50-е годы дозификация. 60-е годы уже водяное отопление. И, соответственно, демонтаж части печей. Демонтаж вот этих самых дровяных водонагревателей. Но в период блокады это все сохранялось во всех квартирах. То есть везде дрова, 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 дрова. То есть дрова на кухне, дрова в ванной. И дрова, что называется, для каждой комнаты, для каждой печи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, в одной из комнат этой квартиры сохранилась израсцовая печь эпохи модерна. А также достаточно интересный лепной декор потолка в стиле неоклассицизм. Комната эта также с двумя окнами. И также она выходит во двор. И я полагаю, что это тоже была одна из приватных комнат. Скорее всего, спальня. Еще бы открыть. Сейчас попробуем открыть. Очень интересно, конечно, все, что старое. Огреет душу. Здесь еще повезло. Сказаем, квартира. Все очень хорошо сохраняет. Да, потому что на самом деле сейчас очень многие стремятся как-то вот тут заменить. Здесь как бы здесь убрать. А здесь хорошо именно то, что... Печку отстояло. Здесь жила бабушка, она такая печку убрала. Потом еще наследники печку. Я говорю, печку не трогай. Пока здесь я живу, печка пусть стоит. Напомню, что здесь у нас смешанного типа перекрытия. Металлические балки с деревянным заполнением. Ну и в самом финале хочу обратить внимание на оригинальную дровяную плиту. Подобные плиты мы с вами уже видели в других доходных домах Петербурга в наших прошлых выпусках. Что ж, до встречи на канале «Русский модерн». Всем всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok